Новый состав молодёжной палаты предварительно утвердили на заседании Думского комитета. В неё вошли 15 человек, которые отбирались в результате конкурса. Он проходил в два этапа. На первом комиссия принимала и рассматривала документы кандидатов. Всего их было 39. 13 – самовыдвиженцев и 26 – от организаций и учреждений. РФИА ЦУНЕ, ФОО «Вымпел», «Обеспечение», САРФИТИ, медколледжей и школ. Рассмотрев поданные документы, принял решение допустить всех претендентов на второй этап. На втором этапе проводилось очное собеседование. Кандидаты вставляли самопрезентацию к себе и отвечали на основной вопрос. Почему я хочу стать членом молодёжной палаты? Комиссия оценивала каждого кандидата на втором этапе конкурса по следующим критериям. Это навыки, компетентность и аргументированность при самопрезентации, способность отстаивать своё мнение, грамотно выражать свои мысли, умение работать в рамках установленного регламента. На пересечении улиц Берёзовой и Раменской слева от дороги на 4-е КПП предлагают установить памятник под названием «Пограничникам всех поколений посвящается». В инициативе сказано, что монумент необходимо установить для сохранения вклада многих поколений жителей Сарова в охрану государственной границы Отечества военно-патриотического воспитания граждан. Памятник представляет из себя следующее. Это скульптурная композиция «Пограничник собака», изготовленная из бронзы. Рядом пограничный знак, столб и большой валун с памятной надписью на таблице. Место установки памятника является прежней границей существовавшего Саровского монастыря. Отписание относится к 1746 году, которое проходило по краю леса, что раскинулся с северней дороги, который ведёт на городское кладбище. В настоящее время представляет собой хорошо различимую, оплывшую, заросшую деревьями траншею. Инициаторами проекта выступили члены Саровского отделения Нижегородской общественной организации ветеранов-пограничников имени Матросова. Они планируют выполнить первый этап установки памятника весной 2024 года.